Формула успеха Руководитель отдела богословия Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников Основатель первой в России конференции «Бизнес как миссия» пастор Михаил Дубровский Михаил, здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию Добрый день, спасибо за приглашение Очень рада сегодня с вами пообщаться И мы говорим об успехе, который каждый человек понимает по-своему Вот что есть успех для вас и считаете ли вы себя успешным человеком? Хороший вопрос Ну вот смотрите как На мой взгляд успех, ну как библейского понимания, да Это когда человек исполнил волю Божию А соответственно, ну с одной стороны точно себя считаю успешным человеком Потому что, ну вот уже точно не первые десятки лет я занимаюсь тем Что я верю, Господь призвал меня делать С другой стороны Я бы точно хотел делать это лучше И в этом смысле, если говорить о том, что ты исполнил волю Божию или там в точности ее исполняешь Ну нет Хотелось бы больше или как-то точнее это делать Это как Павел говорил, да? Я еще не почитаю себя достигшим Я вот на пути, можно сказать Ну я думаю, что пример Павла здесь, он тоже показательный Потому что мы всегда смотрим на него как на такой, ну, ориентир в христианской жизни А сам человек, когда смотрит на себя, говорит, ну, ориентиром все-таки является Христом Ну да, конечно, безусловно Ну, слава Богу, я желаю вам, чтобы этот путь действительно продолжался И чтобы вы утвердились и укрепились в нем И, по сути, одним таким важным, одним из важнейших вопросов, я верю, для человека является вопрос призвания И действительно, это тот вектор, который определяет всю его жизнь Вот как было это у вас? Как вы поняли, что Господь призывает вас на служение? Сначала пастырское, сейчас уже другое, да, мы об этом немножко позже скажем в программе И что вы почувствовали в этот момент? Легко ли было вам сказать Господу да? Я, когда к Христу пришел, это было в 91-м году Я, на самом деле, призвание почувствовал сразу Другое дело, что понимание этого призвания, оно, конечно, разворачивалось с годами все больше и больше Поэтому призыв к тому, что я служитель слова Вот это прям два слова были такие, когда я задался Даже не задал еще вопрос Не успели, да? Но я от Бога получил это понимание Потом, ну, у нас же сейчас такая еще ситуация интересная В церкви в целом, причем не только в российской Что если ты признан служить словом, то, значит, ты пастор Ну, потому что почти нет других вариантов, как это можно делать Есть небольшие исключения, но в основном это такое пастырское служение И в пастырстве я оказался, там было несколько событий, которые меня туда привели Я, на самом деле, все время сбежать из этой ситуации хотел, ну, лет пять, во всяком случае, первых Потому что я чувствовал себя больше учительский дар, чем пастырский Но потом я понял, что Бог меня туда поставил Это вот здесь было не сразу То есть это было через путь определенный, через борьбу определенную, через попытки с Богом договориться о чем-то Вот И когда я понял, что Бог меня в это поставил Я тогда, ну, сказал, хорошо, Господь, ну, сколько надо, столько буду И сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было очень ценно, потому что я научился людей видеть Потому что слово я понимать как-то быстро научился А вот понимать людей, для меня это было просто очень сложная задача Но благодаря этому я как-то увидел, что Библия — это не учебник А это скорее действительно письмо любви, как иногда говорят, да, ну, затертая с одной стороны фраза А с другой стороны, она же правда про взаимоотношения, а не про то, как правильно И вот это вот для меня остается таким важным ориентиром И это благодаря как раз пастырскому пути Да, на самом деле, вот вы говорили, да, что был такой путь метаний сначала Но потом вы все-таки сдались и сказали Господу Ну, не то, что метание Не совсем метание, скорее вот Сомнения, возможно, да Нет, я достаточно легко беру ответственность Ну, мне это как-то привычно делать Поэтому, когда стало необходимость взять ответственность за общину, я взял ее Но я взял ее с таким как бы ожиданием, что сейчас появится человек с пастырским даром Я им передам, а сам займусь учительством Ну, вот 20 лет В ожидании, да? Находились Ну, слава Богу, слава Богу Я думаю, что это был прекрасный опыт и отличный багаж для вашего нового служения Которого вы сейчас вступили И вот хотел вас спросить про движение бизнес как миссии Как оно формировалось, как вы в него вошли И немножко больше расскажите об этом для наших зрителей В чем оно заключается Это, на мой взгляд, одно из самых интересных движений в современной церкви И надо сказать, что появилось оно на территории бывшего Советского Союза, как ни странно Потому что был один человек, который, будучи миссионером во время Советского Союза, возил в Среднюю Азию Библии Ну, контрабандой такой священной занимался Да, кстати, ну не все христиане одобряли это дело, потому что ты же закон нарушаешь По сути, да Да, но человек вот служил таким образом А когда Советский Союз рухнул, он приехал в радостном ожидании Что сейчас же мы уже много Библии привезем уже легальным образом Приехал и увидел нищету, увидел безработицу, увидел людей с потухшими глазами И он понимает, Библии мы привезем Но слово само по себе еще ничего не дает Но мы даже на примере Христа это видим Он исцелял и говорил, кормил и говорил и так далее И он стал искать способ, а как же выйти из ситуации Ну и можно было, конечно, возить гуманитарку Но, видимо, опыт контрабандиста заставил думать нестандартно Он вместо этого собрал нескольких христиан-предпринимателей на Западе И говорит, друзья, вот регион, новые страны Вы можете прийти, открыть бизнес, дать людям работу Сами зарабатывать, дать людям работу И благовествовать через это И несколько человек откликнулись Эти компании до сих пор, кстати, там работают Это стало основой того, что получил название Сначала среднеазиатская бизнес-консультация А потом, когда это стало расти и развиваться Вот за 20 с лишним лет, это уже большой путь они прошли Вот в 2004 году появилось вот это имя Бизнес как миссия Причем у них до сих пор сохраняется акцент на наиболее бедных И наименее достигнутых Евангелием странах То есть это христиане, предприниматели, которые идут туда Сознательно идут в эти страны Открывают там предпринимательские компании Чтобы зарабатывать самим Хотя понятно, что в другом месте, наверное, они бы зарабатывали больше Но они идут туда, чтобы дать этим людям работу Чтобы помочь этим людям избавиться от нищеты, бедности И других социальных каких-то проблем И быть там свидетелями Иисусу Христу И есть много потрясающих историй, как это происходит И вот один из примеров Это Непал Страна известна тем, что у них есть Эверест Но мало кто знает, насколько бедно там живут люди И там целые регионы живут за счет того, что они детей своих продают в рабство Вообще в мире сегодня больше 46 миллионов людей находятся в рабстве Не считая офисного рабства, ипотечного рабства, кредитного рабства Это буквальном рабстве То есть вот Непал, девочки выращивают до 12 лет 12 лет продают в Индию Публичные дома То есть это вот, ну, как И родители знают, на что они выращивают своего ребенка Люди приехали, стали искать решения А они всегда ищут именно бизнес-решения То есть решения, которые само по себе воспроизводят деньги Ну, потому что если это благотворительность какая-то, рано или поздно ресурс заканчивается Да, все равно опять вернется Да, и это одна проблема А вторая проблема, что когда людям, ну, все время дают помощь Они привыкают быть потребителями У них формируется вот это вот Ну, искаженное представление о мире вообще-то Вот, поэтому они ищут именно предпринимательские решения В результате были созданы две компании Про две я знаю, может быть, больше, да Ну, вот про одну из них Вот представьте, что есть молодой человек Живет где-нибудь в Германии или в Англии Идет по улице, весь такой успешный, довольный Денег у него, в общем, ну, не то, что много, но достаточно И видит объявление Одну неделю, как настоящий непальский фермер Он думает Ну, на курортах я был По городам ездил В Непале не был Поеду Его везут вот к Атманду Дальше на джипе по разбитым дорогам Где он понимает, что еще чуть-чуть И мы сорвемся в пропасть Значит, привозят его в какую-то деревню Селят его в этом фермерском доме Ну, чтобы понимали, да, что-то фермерский дом в Непале Это водопровода нет То есть нету ни душа, ни канализации нормальной, ни горячей воды Ну, утром, значит, ты встал, тебе мотыгу в руки Тебя учат мотыга работать Ты учат доить козу, еще что-то такое Ну, неделю так выжить можно Ну, представьте, какие фотки в Инстаграме То есть это же все Ни у кого из твоих знакомых нет такого опыта В результате что? Человек, который создал эту компанию В общем, процветает То есть люди идут, едут Получают этот опыт Делятся с другими Те едут следом Но зарабатывают же и те фермеры Которые принимают этих туристов А эти девочки перестали продавать Слава богу И вот такого рода решения Они находят для решения Вот социальных проблем Причем это не только Непал Это Нидерланды Красный квартал Это Перу Там, где тоже вся история Африка и так далее Бизнес должен приносить позитивные изменения Туда, где он работает Не только владельцам Бизнес должен способствовать Позитивным социальным изменениям То есть, ну вот борьба с рапсом Как один из них Это мощный пример на самом деле Бизнес должен содействовать улучшению Или по крайней мере не убивать окружающую среду Опять же, вывод всех этих компаний С запада на бедные страны Которые травят Теперь не европейцев, а местных жителей Ну и американцев Так вот, мы не должны травить местных Мы должны улучшать окружающую среду И тоже есть интересные примеры Как это делают И бизнес должен приводить людей к Христу Вот когда четыре этих фактора есть Тогда бизнес становится миссией Да, это на самом деле очень здорово И спасибо вам, что поделились таким мощным примером Потому что я верю действительно, что это Нам кажется, что это где-то далеко происходит Ну и вроде бы нас особо не касается И не затрагивает Касается? Еще и как? В России 800 тысяч человек находятся в рабстве Это только официальная статистика Я думаю, что их больше Да Поэтому слава богу, что есть люди, которые готовы Вот приходить в такие обстоятельства И влиять Но это с одной стороны С другой стороны, мне кажется Что, наверное, даже у христиан Есть некое какое-то Такое, ну, шаблонное, возможно, мышление И вообще отношение к бизнесу Что, ну, бизнес, наверное, это совсем не про бога Ну, наверное, бизнес, это вообще там Не совсем все честно То есть, вот как бы вот как Спасибо за вашу Наброс такой Наброс, да Вот как, на самом деле, сломать эти стереотипы И понять, что это не так Действительно, на самом деле И взаимодействовать Как бы быть открытыми, да К этому взаимодействию Влиять вместе И тем самым проповедовать Евангелие Ну вот, знаете, как Бизнес не от бога, да Да Кто такой предприниматель? Вот есть такой Был экономист, да Он умер в 50-м году В 1950-м Йозеф Шампетер Он первым описал Собственно, социальную роль предпринимателя Он говорит, задача предпринимателя Это созидательное разрушение То есть, что он делает? Он приходит, ну, в какую-то ситуацию Где все сложилось уже Ну, гомеостаз такой присутствует И он привносит что-то новое В результате рушится существующая система Но выстраивается новое Ну, более лучшее Хотя бы, ну, по каким-то параметрам Ну, вот, там, простой пример, да Это Стив Джобс Известный всем, да У всех на слуху Поэтому сам простой беру пример Которому все говорили Что не нужны персональные компьютеры Ну, мы сейчас это себе представить не можем У меня дети не могут представить Что в моем детстве не было сотового телефона Так вот, предприниматель это делает С точки зрения, ну, такой Экономической теории современной Ну, одной из, да Теперь, когда мы открываем Библию На второй странице Мы обнаруживаем Как Бог сотворил человека Поселил его в Эдемском саду С какой задачей? Возделывать Возделывать Что такое возделывать? Это значит менять Преобразовывать Делать то, чего еще не было Ну, давайте задумаемся Что делает Бог? Он сотворил прекрасный мир В этом прекрасном мире Выделил особое место Которое он особым образом Сам украсил Будем так говорить Ну, как Насадил сад в Эдеме на востоке Там уже все было хорошо И потом он берет нас с вами И говорит Адам Иди и сделай еще лучше Иди и поменяй То, что сделал я В этом смысле Предпринимательство Заложено в самой сути Взаимоотношения человека с Богом Многие христиане сидят и ждут Когда же им Бог даст четкую инструкцию Он говорит Посмотрите на Адама Какая у него была инструкция Христиане ждут Когда им скажут Сколько у них будет зарплата Что Бог сказал Адаму? Какая зарплата? От всякого дерева в саду Ты будешь есть Короче, что вырастил, то и ешь Я могу дальше приводить примеры 31 глава притчи Описывает предпринимательскую Женщину Бизнесвумен Она инвестициями занимается Она международную торговлю Там много чего Если мы посмотрим дальше В Новый Завет Там тоже есть масса примеров Просто не хочу сейчас Сделать библейский класс Из этого всего Но могу Потому что у меня есть семинар На три дня На эту тему Поэтому предпринимательство Заложено в саму суть Того предназначения Которое есть у каждого из нас От Бога Вот Ну, понятно, что Как предпринимать Это отдельная история И, на мой взгляд Сочетание библейского учения И таких реальных примеров Когда бизнес Действительно служит Христу А не просто Ну, как сказать Только своему кошельку Будем так уж грубо говорить Да, когда христиане просто Говорят Ну, у нас же христианский бизнес Поэтому качество у нас будет не очень А цены выше Ну, к сожалению Такие примеры тоже есть И понятно, что именно они Часто рождают В наших головах Представление о том Что бизнес и Бог Они несовместимы Но нужно создавать Больше хороших примеров Слава Богу Ну, и как бы И показывать Как это в Писании укоренено Да, вот вы совсем недавно Как бы вот в это движение Вошли Бизнес как миссия Вот расскажите Немножко вот о своих впечатлениях Не знаю, ощущениях Это для вас новый этап И вот сейчас Собственно, все происходит Можно сказать заново У вас будет новая команда Возможно, да Старая команда осталась Но вот Если в целом говорить Что необходимо Для того, чтобы шагнуть Так вперед Человеку, который 20 лет был пастором 25 Даже, понимаете То есть это Такая кардинальная Смена деятельности И может быть Даже какие-то страхи были Не знаю Побороли Как вы с этим справлялись Что происходило В этот момент И вообще Наверное Вы рискнули Своего рода Такой был риск Перейти во что-то новое И вот Как выстраивать Вот это все заново Как организовать Успешную команду На ваш взгляд Какой она должна быть Да Страхов было, конечно, много Но потому что Когда тебе 50 лет У тебя есть церковь В общем Хорошая церковь Ну не мега Но она вполне приличная Она дает в том числе Возможность Тебе нормально жить Тебя уважают У тебя понятный статус И тут ты начинаешь Все менять Это, конечно Много вопросов Перед тобой стоит В том числе А как ты будешь Представляться Через какое-то время Потому что Ты кто? Когда ты пастор Понятно А теперь ты кто? Но я правда верю В то, что Призвание В вашей передаче Про призвание Призвание Это не что-то Что Ну бывает так Что Бог однажды сказал И человек На протяжении всей жизни Осуществляет Но это часто же У нас как бывает Ведь призвание Это зов Бог зовет куда-то И он может тебя позвать Сначала в одно А потом скажет Ну оставь И пошли в другое Ну вот взять Там даже Историю призвания Того же Петра Ему же свой бизнес Пришлось оставить В тот момент Когда он Ну на пике успеха Находился Да Но хочешь сказать Господь Давай сначала рыбу продам А потом как-то уже Вот Явно там Было На что потратить Эти деньги Вот И в этом смысле Иногда Ну Бог Он действительно зовет Во что-то новое Для меня Этот путь начался На самом деле Ну не вчера И не год назад Он лет 7 уже Мы когда Ну оцените Сегодня день реформации Да Еще 31 октября Я не знаю Как передача пойдет Но из чего вырежете Вот Но Реформация Она же Не про то Чтобы церкви стали большими Они и так были Большими на тот момент А про то Что церковь должна Влиять на общество Если мы посмотрим Например На статистику Христианства Евангельского христианства В нашей стране То Нас точно Не больше Чем 1% От населения Ну Чтобы вы понимали Статистическая погрешность При социологических Опросах Это 3-4% Нас примерно 1% Но Беда-то еще в том Что я боюсь Что в 93-м году У нас тоже был 1% И в этом смысле Что происходит То есть Есть какая-то Христианская активность Мы когда Внутри себя Обсуждаем что-то Мы видим Да Ну Какие-то важные вещи Каких-то великих Уважаемых людей Например Или там Крупные церкви Ну и слава богу За все это Я ни в коем случае Не пытаюсь Как сказать Что все это Никому не надо Но с другой стороны Мы явно Чего-то не делаем Того Что должно было бы За 30 лет Во всяком случае Ну ладно За 25 Хорошо Но мы точно Могли бы сделать Гораздо больше И на мой взгляд Причина Заключается в том Что мы Учение Нового Завета Точнее даже Всей Библии О всеобщем священстве Мы его Так отмелим Аккуратно Или Можно так сказать Новый Завет Говорит Всеобщее царственное Священство Мы свели его До всеобщего Церковного священства То есть Служение Это тогда Когда ты делаешь Какую-то деятельность Либо в церкви Либо в какой-то Христианской Пароцерковной Концепцией Благотворительной Организации Это служение На работе Ты просто работаешь А теперь Представьте Что в нашу церковь Приходят Разные люди Конечно В том числе Профессионалы Люди Которые создают Какие-то сложные устройства Может быть Не сами изобретают Но точно Вовлечены В работу По созданию Люди Которые Создали И управляют Коммерческими Компаниями Каждый день Решаем Массу Сложнейших Вопросов Связанных С персоналом Связанных С финансами Связанных С конкурентами В конце концов Законодательством Нашим Люди Которые Ну вот у меня Есть знакомые Которые просто Вот у меня на глазах Меняют собственный город В Иркутске Вот он просто Я каждый год Приезжаю Он мне говорит Да я не сделал ничего Я говорю Слушай Я-то вижу Изменения Может быть Ты не видишь Но я их точно вижу Он просто Меняет облик города Все туристов Водят теперь туда Где он Вот эти преобразования Осуществляет А потом эти люди Приходят к нам в церковь Говорят Ну парень У тебя же должно быть Еще служение Ну давай хотя бы Стулья расставляй Ну или там Еще что То есть Если ты не артист Разговорного Или музыкального Жанра То дальше тебе Предлагается Какое-то Примитивное Не требующее Ни высокой квалификации Ни образования Ни какой-то подготовки Ни жизненного опыта Действие Которое Называется служением Ну пусть даже Домашнюю группу вести Но это не сложно Получается же В нашем представлении Вот то сложное Интересное И нужное Всем людям Дело Это Ты просто деньги зарабатываешь А вот это вот простое Тоже нужное Конечно нужное Я не против Церковного служения Ну и 25 лет пастора Я понимаю Что это важно Но все-таки Если мы только Это называем Служением Если вот та деятельность Которая человек Профессионально Осуществляет Не является служением То у нас и Бог Такой маленький получается Который не волнует Ни качество дорог В нашей стране Ни уровень коррупции Ни взаимоотношения Людей в социуме Его волнует только то Что у нас На воскресном собрании Происходит А как так он будет Благовествовать Да Это вопрос И вот только когда Мы сможем Профессиональный труд Увидеть Как действительно Служение Ну и бизнес В том числе Вот только в этом случае Наша миссия Сможет как-то Осуществляться По-другому Ну и собственно Вот с этого мы начали Семь лет назад Мы начали этот разговор Сначала Он был чисто богословским Нам просто хотелось Разобраться Ну как учитель Скидарова Никто не сденешь Мне хотелось Разобраться Мы с друзьями Начали обсуждать А потом Это постепенно Втянуло так Что Сейчас это является Развилось Ну собственно Главным Моим Занятием Я точно не инициатор движения Она 20 лет существует До меня Но мне очень Когда мы начали изучать Что делается По этому поводу Во всем мире Мы увидели Это очень интересное движение И поставили Перед свою задачу Притащить его сюда Чтобы Тем самым Обогатить Наших Собственно Христиан Предпринимателей Тем опытом Которое есть Во всем мире Да Потому что Многие наши Выскакивают На похожие вещи На похожие идеи Но Как Во-первых Всегда полезно Общение Во-вторых Это дружественные связи Во-вторых В-третьих Это деловые связи В том числе Могут возникать И в этом смысле Это может сделать Церковь богаче И более эффективной Вот С одной стороны Неготовность Ну или Нежелание человека Быти инициатором Перемен А с другой стороны Неготовность Нашу К переменам Тогда Когда к ним Призывает бог Да Потому что Все-таки Мы не можем Избавиться от того Что мы живем В быстро Меняющемся мире Вокруг нас Меняются технологии Вокруг нас Меняется политика Вокруг нас Все меняется Если церковь Не сможет На эти изменения Реагировать Она будет превращаться В музей И мы знаем Исторически Такие примеры Поэтому Когда бог Зовет К изменениям Ну это Наверное Вот ваш Ключевой вопрос Передачи Готов ли я Откликнуться На призвание Да Может быть Не хочется Да Может быть Страшно Да Там есть Риски Но здесь Как и во всем Просто В взаимодействии С Богом Ты либо доверяешь Но праведный Живет верой Он же не просто Когда-то жил верой Он же не просто Где-то в своем Далеком прошлом Поверил А дальше Можно жить Чем-то еще Он живет верой И в этом смысле Если мы хотим Оставаться христианами Если мы хотим Быть праведными Мы должны быть готовы На этот зов Откликаться Даже тогда Когда это Приносит Дискомфорт И какие-то Жизненные неудобства Спасибо вам За эти ценные советы Михаил Спасибо за Те свидетельства И истории Которыми вы поделились На самом деле Это очень большая работа Которая сейчас проводится И которую проводите вы В частности И мы желаем Чтобы это движение Действительно Продолжалось Развивалось И разрасталось Я думаю Что вы еще Будете приходить К нам на другие передачи Немножко больше Об этом рассказывать Для наших зрителей Это будет полезно Я верю Спасибо вам Дорогие друзья Что вы были с нами Сегодня мы Я думаю Что только начали Беседу о таком движении Бизнес Как миссия Возможно Для вас Это было что-то новое Но тем не менее Это есть И поэтому Подключайтесь Присоединяйтесь Узнавайте больше Подключайтесь К нашему сайту И будьте благословенны Оставайтесь вместе с нами На телеканале На телеканале ТБН Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»